Девушки отдыхают Группа пришла с визитом в банк, чтобы решить проблемы граждан, которые в силу различных обстоятельств не могут оплачивать кредиты, а потому в буквальном смысле в свете последних событий могут потерять имущество и даже оказаться на улице, лишившись единственного жилья. Отъем имущества так и продолжается, реализация имущества продолжается. На фоне распоряжения главы государства Нурстана Абишевича банки стали носить, так скажем, ужесточающие стали носить метод по отъему имущества. То есть они расценили слова президента, его распоряжение по сокращению сумм неликвидных займов, они расценили это по-своему и они начали просто брать и реализовывать. Баснословные проценты казахстанских банков и финансовый кризис вкупе с безработицей загоняют людей по уши в долги. Несмотря на коллективные просьбы к банковскому руководству отозвать иски у проблемных заемщиков и дать им отсрочку, позиция государственных банкиров удивляет своей циничностью. Самое интересное, мы пришли сегодня коллективно к БТА банков и что мы впервые услышали на сиде за столом переговоров, что это государственный банк, что коммерческим банкам легче проводить такие какие-то оперативные мероприятия в части списания, в части каких-то сумм, прощений долга и так далее. А вот государственным банкам якобы это труднее. Меня поражает вот что. Государство, государство это не та часть людей, которые восседают у нас у верховной власти. Это государство, это народ Казахстана. И мне непонятно. То есть получается народ сам у себя отбирает имущество, залоговое имущество. Порой это единственное и вышвыривает просто людей на тротуары вместе с семьями. По 10, по 5 человек и так далее. БТА банк между тем делает вид, что решает проблемы дебиторов, создавая привлекательный образ для иностранных инвесторов. И здесь позиция банка очень схожа с воззрениями Елбасы. Нурсултан Азарбаев по-прежнему глух к казахстанским простолюдинам и миллиардные активы государства направляет исключительно на укрепление своей репутации на международной арене. Народ хочет услышать от Назарбаева, чтобы он сказал, будет вписание физическим лицам или не будет. Куда ушли 250 миллиардов? Ушли они или нет? Мы слышали, что ушли 100 миллиардов, выделенные, которые пошли именно на рефинансирование и на помощь малому и среднему бизнесу. Где 250 миллиардов, которые обещал Нурсултан Абишич? Куда они ушли? Опять распиливаются верхушкой. А народ требует сказать, пусть президент выступит и скажет, будет он помогать народу или не будет. Будет вписание или не будет. Вопросы казахстанцев к своему предводителю самые актуальные и люди мечтают поскорее получить на них ответы. А еще лучше действенные решения проблем. Пора бы уже зажиточному бессменному лидеру нации стать ближе к этой самой нищей проблемной нации. Идем, вот да, вот это.